Виктор Пелевин. Жизнь насекомых. Отрывок. Памяти Марка Аврелия. Трезвое и совершенно спокойное настроение никогда не приводит к появлению подтянутых строк. А стихи надо писать со всем стремлением, как народный артист выпиливает треугольный брелок. А тут идет дождь, и совершенно нет сил, чтобы сосредоточиться. Лежишь себе, лежишь на спине, и не глядя ясно, что в соседнем доме окна желтые, и недвижный кто-то людей считает в тишине. Но тоска очищает, а испытывать счастье осенью гаже, чем напудренной интеллигентной старухе давать минет. Отдыхай, душа, внутренний плевок попадает в тебя же, а внешне вызовет бодрый коллективный ответ. Так и живешь. Читаешь всякие книги, думаешь о трехметровой яме. Хоть и без нее понятно, что любая неудача или успех – это как если бы во сне ты и трое пожарных мерились хуями, и оказалось бы, что у тебя короче или несколько длиннее, чем у всех. Размышляешь об этом, выполняя назначенную судьбой работу, и все больше напоминаешь себе человека, построившего весь расчет на том, что в некой комнате и правда нет никакого комода, когда на самом деле нет никакой комнаты, а только комод. Бывает еще, проснешься ночью где-нибудь в полвторого, и долго-долго глядишь в окно на свет так называемой луны, хотя давно уже знаешь, что этот мир – галлюцинация наркомана Петрова, являющегося в свою очередь галлюцинацией какого-то пьяного старшины. Хорошо еще, что с сумасшедшими возникают трения, и они гоняются за тобой с гвоздями и бритвами в руках, убегаешь то от одного, то от другого, то от третьего, и не успеваешь почувствовать ни свое одиночество, ни страх. Вообще, хорошо бы куда-нибудь спрятаться и дождаться лета, и вести себя как можно тише, а то ведь не оберешься бед, если в КГБ поймут, что ты круг ослепительно яркого света, кроме которого во вселенной ничего никогда не было и нет.